Телеканал Жара представляет Острые темы Секреты и новинки от главных транссеттеров шоу-бизнеса Шоу, в котором звезды на высоте птичьего полета не смогут уйти от ответа на самые жаркие вопросы Звездный обзор с Эльмирой Абасовой Всем привет! Меня зовут Эльмир Абасова, это шоу Звездный обзор И сегодня у нас в гостях группа, которая покоряла и будет покорять сердца слушателей Инь-Янь Ребят, привет! Очень рада вас видеть! Привет! Первый вопрос в нашей программе традиционной Боитесь ли вы высоты? У меня вообще фобия Реально? Реально А что так спокойно сидишь? Он сидит уже на подушечке Мы еще не высоко просто поднялись, но я уже так это побаиваюсь Вы боитесь? Нет, я не боюсь Я тоже не боюсь А есть какая-то история, связанная с высотой? Страшная или, может, наоборот, забавная? Да, с полетами очень много историй Мне один раз подарили на день рождения, из-за того, что я боюсь Подумали, что я так избавлюсь от фобии Мне подарили полетные истребители Да, очень увлекательно было Избавился от фобии? Ну, на самом деле, я могу сказать, что там не было страшно Я даже сам управлял им Это немного не то, когда ты летишь в большом самолете Когда от тебя ничего не зависит Тут ты видишь перед собой только одного пилота И он управляет это все И не так это страшно И не так страшно? Мне кажется, наоборот Не-не, единственное было страшно, когда он начинал резко вверх Когда тебя так в сознании терял немного Мы все так рады, что группа снова вместе А расскажите, как вам пришла эта идея? А это им пришла? Я вообще в последний момент узнала Они мне вообще ничего не говорили На самом деле, нам тоже пришла достаточно спонтанная эта идея Потому что это первый раз, наверное, в нашей карьере Когда у нас что-то получается нативное Потому что мы делали просто фотосессию У нас должен был и быть небольшой концертик И мы с Сережей работали на студии И подумали, что давай выступим Ничего такого не будет И мы сделали фотосессию, которая оказалась достаточно прикольной И люди как-то похватили То есть у нас начали звонить с радиостанции Звонить с разных каналов По этому поводу дать комментарии, выступить с концертом Мы давали живой концерт на одной из радиостанций И мы подумали, что если есть спрос То почему бы его не удовлетворить А по каким причинам группа распалась в тот раз? Если это не секрет Да, наверное, надоели уже все друг друга, честно Уже какие-то недопонимания начались Ну, какие-то просто человеческие отношения Да, они всегда были, Танюш, ну что ты Да, нет, ну сначала Ты даже сейчас не начинаешь Разгружать немножечко Нет, просто Вот так на высоте, да, понятно Понимаешь, что ли, каково мне? Вот так Нет, просто, Танюш, даже сейчас Мы сделали фотографию, мы там все Кидаем Артем, он говорит, класс, мне все нравится Я говорю, мне тоже Кидаем, Танюш А давай я сейчас при всех А давай я тебе при всех расскажу, что там было не так Сережа Вы понимаете Да, они оттюнили, это была не я Там просто какой-то, я не знаю, был монстр Женщина-кошка Красивый был его Я говорю, на меня не похоже, я не хочу, ну как бы Давай, понатурай меня Вот из-за этого тогда, вот сейчас мы уже просто, видите, просто относимся Как бы оно должно быть наоборот Это я должна говорить, давай-то мне вот это прибавь Они должны говорить, все нормально А у нас наоборот Да-да-да Больше, больше фотошопа А прямо сейчас предлагаю немного отлечься от привычного формата интервью и узнать, что новенькое о вас с помощью нашего Брица Вопросы между собой не связаны, отвечаем быстро, но если есть какая-то сопутствующая история, рассказываем Готовы? Да-да А каким был самый экстремальный поступок в жизни каждого из вас? Масса было экстремальных Они в стольких шоу участвовали? Экстремальные И прямые, то есть, я говорил, с парашютами, со всеми прыгали, с быками, с Серегой тоже гоняли мы по этому Большие гонки такая продажка Такие глобальные, экстремальные, это вот когда окончательно у нас распалась группа, мы начинали все заново Развод у меня был тоже экстремальный поступок Да, у меня тоже Поэтому у меня достаточно, у всех у нас было У нас у всех были разводы А делали когда-нибудь что-то глупое наспорь? Ой, постоянно Прыгали, прыгали с крыши, по-моему, в бассейн, прорубь зимой прыгали Ну, короче, ну, мне не совсем Малу прыгает прям Купец, учитывая, какая я трусиха Адекватные люди тут А, нет, последний раз Джингл или джангл, как это игра? Вот эти деревяшечки Джинго 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 Деревяшечки достаешь, вот, я проиграл, и там, кто проигрывает, минута в проруби И это первый раз, я первый раз, да А кто из вас чаще опаздывает на встречи, мероприятия? Ой, тут все молодцы у нас, на самом деле У нас, кстати, более-менее пунктуальная Таня относительно Да, учитывая, что мне надо накраситься, сделать прическу Я их всегда жду внизу в отеле Это постоянно у нас как-то Даже если я за два часа выйду, я все равно опоздаю То же самое, у меня время, оно как-то очень абстрактно течет Оно как-то переливается, и я все равно могу Ну, то есть у нас пока рекорд, то есть мы опоздали на свадьбу к друзьям на 7 часов В общем Ну, чуть-чуть просто позже вышли А теряй мне когда-нибудь ценные вещи? Как? Легко! Телефоны, зарплату за несколько концертов легко, кошелек, паспорта, документы Все у меня просто... Причем мне было очень обидно, когда я большую сумму денег оставила в такси И это была зарплата за концерт крайне тяжелый в Казахстане Крайне тяжелый был полет, сам концерт В общем, и все, что я там заработала, да Оставила? Да, в такси Звездный обзор Прямо сейчас давайте поговорим о творчестве и начнем с самого такого актуального вопроса Когда ждать новый трек? Приблизительно Вот у нас с Серегой готовятся два трека Один, я надеюсь, что это дело в начале следующей недели Потому что это пока для нас это приоритетное вообще задание Я думаю, что за февраль мы обязаны выпустить трек Ну или какой-то сниппет, по крайней мере А что-то изменится в вашем звучании, стиле, группе? Это да, да, да Звучание вообще будет другое Время же идет То есть мы же не будем заставлять людей, чтобы они слушали материал, который был десятилетней давности Мы аранжировочно носим какие-то новые аспекты и так далее Должно быть красиво А вы все это время общались? Ну, то есть дружили? Да, мы не... Не могу сказать, что мы прям очень сильно дружили Но мы не ругались То есть не было такого, что мы прям друг друга не хотели видеть Не, ну мы на капотом от меня отписался опять Да, у меня... Не, я на какое-то время на Серегу подописал Очень смешно Потому что он когда уходил То есть у меня был очень сложный тоже там период У меня только там и ребенок родился и все И я не понимал, почему Серега не может совмещать и группу, и сольную карьеру Ну, Серега там типа очень жестко говорил Нет, все, я пошел Я думаю, ах ты ж блин, козлина, думаю Что ж ты творишь вообще? И все И какое-то время мы не общались Ну, потом, собственно, каждый начал... Ну, как бы, ну, никто не ругался все равно А я тоже понимал, кстати, почему я раньше не мог совмещать А теперь переходим к нашей жгучей рубрике «Острые вопросы», которые приготовили для вас зрителей телеканала «Жара» Отвечаем честно Если не хотите встречать, приезжайте с Фатерой Макерчиком А откуда вы знаете, честно? За меня Артем будет есть, потому что у меня нельзя А я взгляду прочитаю Сережа, с ним медленно Кто из группы самый ответственный, самый харизматичный, а кто самый талантливый? Ну, короче, это еще я И самый скромный Да нет, ну, на самом деле, самый ответственный, наверное, Тёма А для... Харизматичный мы, наверное, все Да и талантливый все, наверное Как часто вы устаете друг от друга или ругаетесь? Как долго продолжалась ваша самая сильная ссора и из-за чего она была? Дрались когда-нибудь друг с другом? Кстати, драки не было Да, драки вот никогда не было, слава богу А это не было, кстати Так, как часто вы устаете друг от друга или ругаетесь? Я вообще часто от людей устаю и я больше люблю побыть одной, если честно Слушай, ну мы не так часто вместе, чтобы уставать. Но с концерта мы разъехались, отдохнули, опять концерты, съемка, еще что-нибудь там. Так, как долго продолжалась ваша самая сильная ссора, из-за чего она была? Самая сильная ссора. Ну вот сейчас то, что мы... Очень сильная ссора, но самая сильная. На несколько лет нормально. А, ты имеешь в виду, когда мы не выступали? Мы разошлись, да. Нет, ну мы можем меня рачить. Это была не ссора, ну как ссора, ну какая-то была. Нет, не ссора, это просто интересное разошедшее. На концерте на меня, Ролла, недавно пыталась. Да? Ну вот сейчас в январе был какой-то, который Сереги не был еще. Помнишь, 4 января этот концерт? А, да, да. Он меня часто выводит. В студии вы? А, да, ну что, да, я могу, короче. Мы писали трек, и я говорю, все, уезжай отсюда, короче. Нет, во-первых, в смысле уезжай отсюда? Эй, выезжай. Эй, уезжай. Это ведь какая-то, да? Просто он жесткий по характеру человек, но со мной же этот номер не пройдет. То есть, если кто-то может промолчать, я промолчать просто не могу. Я начинаю сразу. Ну, читай вслух-то. Каким был самый странный случай во время гастроли, эта песня, так, за которыми вам стыдно до сих пор? Или, может, вы до сих пор не понимаете, как такое могло случиться? Странный случай я точно могу сказать. Мне не то, что стыдно за него. Мы когда-то летели в Казахстан, и у нас женщина в каком-то очень странном состоянии на борту самолета. Бралась. Я понял, нет, нет, дверь открывать. Да, начала открывать. Дверь открывать? Да, эту запасную, запасную дверь. Обзываться она стерна по национальному признаку. А, нет, она легла сначала в проходе, решила поспать. Да, ее связывали. Сначала в проходе. Это был какой-то стерн. О, знаете, в чем прикол? Вот я рассказывала про концерт, за который деньги, после которого украли. Это вот это был жуткий перелет. И потом... Так знаете, что с ней потом было? Ее скотчем примотали на заднюю щедельницу. И она комментировала всех проходящих в туалет людей. То есть, а ты что, пошел? Мы закрыли рот прям скотчем. Шел человек, она связанная лежит, просто идет какой-то стюарт. Чего, мразь, смотришь? Ну что, ну что, тварь, иди. Она ей сколько лет? Ну, взрослая, пожилая. Ну, да, она, видимо... Ну, как, лет 45. Ну, где-то так. Ну, не пожилая. Ну, не смотришь. Это было очень странно, весь полет, потому что... Это, то есть, не болезнь какая-то там? Я думала, у нее... С ней был какой-то человек, помните? Он очень морозился от нее, просто он делал вид, что он ее не знает. Он, типа, в сторонке сидел такой. Знали, какой вопрос. Так, заинтересовали. У вас были когда-нибудь проблемы с законом? Это смешная история, кстати. Если да, то что нарушали и когда? Ну, давай, правда. Сережа, иначе. А что, правда? Да что тут такого? Ты же никого не убил. Ну да, я 15 суток сидел. Причем это было? 15 суток за что было? Расскажи, Сережа. Короче, мы вышли с заведения, я сел в машину, и мой друг должен был меня отвезти домой. А в этот момент, пока я сидел, я сидел за рулем, сзади подъехало две машины ДПС, и громкоговорители мне сказали, прижмитесь к левой обочине. Я, конечно же, прижался. То есть, получается, я прижался к левой обочине, они говорят, ну, получается, вывели им автомобиль. Я говорю, да я жду. И приходит прям в этот момент друг с документами, все, он из машины взял, он меня должен был везти. Ну вот, и потом... Обидно. Да. Самое ужасное, что на следующий день у нас был сольный концерт. Причем на две тысячи человек, огромный-огромный концерт. Мы не знали об этой ситуации, мы утром, Сережа не приезжает в аэропорт, директор звонит, обрывает ему телефон, а потом, когда, короче, вот мы выступали вдвоем с Артемом. Это было ужасно, да, потому что люди не понимали, что как, и мне с утра звонят, говорят, Сережа в тюрьме. А мы, кстати, к нему ездили, да, мы навещали его. У меня на себе 15 дней не могут, видишь? У тебя наколки нету? Есть, как живут. Нет, ну, именно, там купола или что-то. Не, не купола, репертуар у нас очень сильно поменялся, потом... Ну, блатные немного. Что ж ты, не по масти, знаю. Назовите вредные привычки и отрицательные качества друг друга. Не знаю, у Лутани... Давай, давай, Тёма, давай на чистоту. Ты не забывай, что мы отсюда же еще выйдем. Ну, Тане очень часто не хватает внутренней динамики, собственно, на действие и целеустремленности. То есть для нее иногда какой-то внутренний комфорт и спокойствие превышает ее амбиции. Иногда из-за этого тяжело бывает двигаться. Но мы работаем с этим, да, Танюша? Так, я говорю сейчас, да? Вредные привычки и отрицательные качества. Так, ну, во-первых, Артем нервный. Очень такой и грубоватый. Вот он может нахамить. Заводится с полуоборота вообще. Сразу начинает орать. Вот, потом какие приврать любят. Бог тебя судья. Любит, любит. Серьезно, приврук? Он любит, да. Немножечко приукрасить. Вот у него есть такое вот. Приукрасить. То есть было так, он сделает вот так. А нет, у Сереги еще есть прикол этот, ипохондрик это называется, да? У него где-то что? Это придумывает себе иногда болячки разные. То есть у него так все. Да, это, кстати, значит, у меня гастрит. Все, у меня же гастрит. Все, ну, у меня все уже, да. Мне, в принципе, он глотает постоянно эту штуку. Вот это, знаете, как это. Слава, да ты тут. Как зачем? Последний раз у меня болел бок. Аппендицит? Нет, это под ребром. Вот под ребром. Справа под ребром. Под желудочкой или что-то? Вот я не знаю, что это было. Короче, я сто тысяч потратил на то, чтобы полностью все анализы меня посмотрели. Они ничего не нашли. Звездный обзор Ну что ж, наша кабинка уже возвращается на исходную точку. Значит, время прощаться и выходить. Спасибо вам большое за интернет. Спасибо. Это было очень классно, позитивно. Спасибо. А с вами была Альмира Абасова и шоу «Звездный обзор». Но перед завершением программы нам просто необходимо зарядиться хорошим настроением. И поэтому слушайте группу «Инь-Ян».